И это означает только одну вещь, что тьма начинает поглощать меня. Всё точнее и точнее, у меня прямо наик... О! What? Что это? О май гад! Дамы и господа, здравствуйте, и сегодня у нас будет очень серьёзный обзор на, наверное, самый таинственный, загадочный мод, который я когда-либо видел, под названием Void Escape. Именно так, сегодня мы отправимся в новое измерение тьмы и пустоты, откуда мы просто не сможем выбраться живыми. Если вы готовы к сегодняшнему путешествию, жмите Lucas этому видосу, если мы наберём 5000 лайков, то я выпущу ещё обзор на очень интересные моды. Но сегодняшний вас очень сильно удивит, и, конечно же, перед началом рандомный комментос у нас залетает от Александра, который пишет, Тем временем я, который по какой-то причине не могу скачать моды, Александр, я думаю, сегодня тебе нужно, наконец-то, научиться скачивать моды, потому что ты должен увидеть этот мод вживую. Что ж, ребята, давайте приступать. И когда я говорил, что этот мод таинственный и загадочный, я не шутил, потому что на сайте нету никакого описания того, что здесь нужно делать. Здесь есть только одна инструкция. Иди в самый низ мира к Бедроку. И на Ютубе даже нету обзоров этого мода. Я не понимаю, почему, потому что у него довольно-таки много скачиваний, но давайте посмотрим, что же теперь будет происходить, если мы спустимся в самый низ нашего мира. Для этого мы спускаемся на уровень Бедрока, и сейчас я вам покажу, что нужно делать. Итак, прямо сейчас я нахожусь в самом низу нашего мира. Вы можете видеть по координатам высота 3. Именно так. И теперь всё, что нужно делать. И это, опять же, единственное описание, которое есть на сайте. Это просто подождать. Именно так, после этого уже начнётся что-то необратимое и что-то очень таинственное, друзья. Вы это увидите. Теперь мы просто будем находиться на именно этой высоте некоторое время. И я вам буду потихоньку показывать, что же будет происходить. Итак, ребята, через некоторое время, после того, как вы спустились в самый низ вашего мира, вы начнёте замечать что-то странное. Вы можете видеть, на экране у меня появились чёрные точки. Я надеюсь, вам их видно. И это означает только одну вещь. Что тьма начинает поглощать меня. Вы также будете слышать очень странные звуки, исходящие откуда-то издалека, которые означают, что тьма зовёт вас. И в скором времени начнёт происходить что-то очень-очень необычное. Ребята, этот мод супер атмосферный. Я... О май гад. Я просто в шоке. Я не знаю, слышно вам звук или нет. Я их сделаю ещё покровче, чтобы вам реально было слышно. Как вы можете видеть, тьма начинает поглощать меня всё сильнее и сильнее прямо изнутри. Если вы смелый и сильный, вы можете убежать. Вы можете убежать обратно наверх, и всё это исчезнет. Но я останусь. Я останусь и покажу вам, что произойдёт дальше. Потому что... О май гад. Как я сказал, это необратимый процесс. Вы не сможете выбраться из этого мира живым. Поэтому, я думаю, мы всё-таки это сделаем. Так, вы можете обратить внимание, я уже просто ничего не вижу. Тьма поглотила практически полностью меня изнутри. И сейчас пройдёт следующий процесс, когда экран станет... Просто почти что чёрным. Остались маленькие дырочки, через которые я могу что-то видеть. Но назад дороги уже нету, друзья. Назад дороги уже нету. Ребята, экран стал чёрным. Я ничего не вижу. И прямо сейчас нам придётся подождать ещё немного. Итак, прошло буквально две минуты. После того, как экран стал у меня чёрным. И теперь у нас появилась надпись. Нажми кнопку Z. Нажимаем. Нажимаем кнопку Z. И нам пишут. Не бойся. Нажимаем ещё раз. Я. Это ты. А ты. Это я. Мы одно и то же. Это просто кошмар. Мы просто кошмар. Мы ищем силу и власть. Мы можем приобрести власть. Мы проведём друг друга через забвение, чтобы добыть эту власть. Эту силу. Окей. Силу больше, чем Эльд. Я не знаю, что такое Эльд, друзья. Напишите в комментариях. Я не знаю, как это переводится. Окей. Идём дальше. Нажимаем ещё раз на Z. И тут написано. Ты клинок. А я Хелм. Я не понял, что такое Хелм. Хелм это шлем? Нет? Нет, это Хелмет. Не знаю. Окей. Вместе мы должны восстать превысь, выше всех. Что-то такое. Окей. Доверяем ли мы друг другу? Дай пустоте поглотить нас. Мы идём прямо в забвение. Пусть начнётся этот кошмар. Всё, что произойдёт после этого момента, находится ещё в суперранней стадии разработки. И это правда, потому что мод реально находится в очень ранней разработке. Хоть и мод был выпущен ещё два года назад, но его полностью обновили и добавили кучу всего интересного. Поэтому давайте посмотрим. Чтобы выйти из этого измерения, здесь написано, нужно умереть. Но ты не потеряешь свой инвентарь. То есть, как я и сказал, мы не сможем вернуть из этого мира живым, но зато мы сможем оставить вещи, которые мы там найдём. Я нажимаю ещё раз на Z. И здесь написано, ты можешь зайти в любое время, нажать на кнопку Z. Нажал. Ребята, добро пожаловать в пустоту. Да, друзья. О май гад. Какой. Блин, какой же, какой же сумасшедший мод, друзья. И это только мы вошли в пустоту. Теперь давайте начнём её исследовать. Итак, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, то, что здесь, конечно же, нету света. Это полнейшая пустота. Welcome to the void. Нам написано... Давайте нажмём ещё раз на... О боже, эти звуки. Нажмём ещё раз на Z. О май гад. Эти звуки. Тут написано, будь осторожен, потому что ландшафт очень хаотичный, очень опасный. Окей. Ты же не хочешь упасть в пропасть в пустоту. Окей. Будь осторожен. Material mortal such as threat in this material land. Да, друзья, здесь есть всякие опасности, я вам их покажу. Некоторые эффекты будут происходить в твоей голове и в твоём теле. Окей. Пока мы блуждаем, наша эссенция будет растворяться в камнях, которые находятся под нами. Окей. Эссенция, она формирует кристаллы. Кристаллы очень полезны для нас. Если мы покроем себя этими кристаллами, то мы можем остановить, так сказать, поглощение нас тьмой. Так что двигайся быстрее, пока наше тело полностью не, так сказать, растворилось в тьме. Да, друзья. Всё. Мне нужно было много чего... What? Ребята, погодите. Это чё такое? Я только что тестировал этот мод в моём другом мире. Я даже не закрывал Майнкрафт. Это тот же самый Майнкрафт, та же самая версия. Но у меня не было этой менюшки. Откуда она появилась? Voidic Powers. Какие-то силы пустоты. Но это не работает. Наверное, это из-за того, что ещё находится в разработке. Пэти, а как это закрыть? Что мне делать? Та-та-та-та-та. Здесь нужно выполнить некоторые здания, чтобы получить... Окей, 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 окей. Окей. Презет, чтобы... Ага. Странно. Очень странно. Каким образом это работает? То есть на кнопку Z я могу открывать эти силы? Или как это работало? Фух. Хорошо, друзья. Что ж, добро пожаловать в пустоту. Да, ребята. Добро пожаловать в самый загадочный, таинственный и стрёмный мир Майнкрафта, который я когда-либо видел. И, ребята, если вы собрались отправиться в этот мир, я вам советую взять довольно-таки много факелов с собой, потому что здесь вы ничего не увидите. И самое интересное то, что там, где мы спавнимся, ландшафт более-менее нормальный. Но чем дальше мы будем уходить вдаль и в пустоту, тем хаотичнее и жёстче будет становиться ландшафт, и мы начнём встречать призрачных мобов. И здесь есть даже босс, которого я вам покажу чуть попозже. Я честно вам скажу, я не знаю, где найти этого босса. Этот мир слишком сумасшедший для того, чтобы что-то здесь понимать. Я также хочу обратить ваше внимание на вот эти фиолетовые узоры, которые появляются у нас на экране. Вы можете видеть во всех углах нашего экрана. У нас есть вот эти вот фиолетовые, я даже не знаю, паутина, кристаллы, как их назвать. Это поглощение нашей души этой пустотой. И чем дальше мы будем заходить в этот мир, тем сильнее будет поглощение. И вы можете видеть то, что я начал с полными сердцами жизни в Майнкрафте. Теперь у меня минус три сердца. Вы можете видеть каждый раз, чем дальше вы заходите, чем дольше вы находитесь в этом мире, тем меньше сердец у вас будет. И после того, как у вас останется одно сердце, вы просто умрёте и вернётесь в обычный мир. Для того, чтобы не умереть, для того, чтобы приостановить поглощение тьмой нашей души. Окей, ребята, я прямо на ваших глазах начинаю что-то соображать по этому моду. Как я и сказал, на сайте нет никакой информации. Короче, я всё-таки, смотрите, я снова каким-то образом открыл эту менюшку. И я смог нажать на вот эти различные силы, которые можно здесь открыть. И, как вы можете видеть, у них нет текстур. Я предполагаю то, что всё это находится в разработке. Например, написано, у нас есть первый уровень и у нас есть почти что ноль. Ребят, мне кажется, я что-то начинаю познавать прямо вместе с вами в этом обзоре. Я снова каким-то образом открыл эту менюшку. Я не понял, как я это сделал. И я нажал на те самые силы пустоты. Я так понимаю, здесь можно будет в итоге улучшать какие-то наши силы. Вы можете видеть, у нас уровень 1.1. Нам каким-то образом можно будет повышать уровень. Добывать очки. И с помощью этого мы сможем использовать различные способности. Как мне отсюда выйти теперь? Окей, 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 окей. Хорошо, мы не будем все это читать. Скилл, каунс, инобилити. Да, мы сможем получать различные силы, которые мы... О, 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 май, гад. Погодите, что происходит? Я потратил 1 очко. Погодите, я всё-таки что-то сделал. Каким образом это работает? О, боже мой, что это за мод? Окей, ясненько. Я честно вам скажу, ребята, я не знаю, как здесь добывать очки в этом моде. Наверное, убивая мобов и так далее, мы тогда это проверим. Но смотрите, я выбрал себе вот эту ветку скиллов. Это Hollow Gladiator. У нас есть возможность, так сказать, быстро нападать на мобов и... Хорошо, Voidic Power. Но, к сожалению, я не знаю, будет ли это работать или нет. Смотрите. Configure Voidic Spells. Ага, Rush. Вот сюда. Ага. Ага. Окей. Хорошо. О, слушайте эти звуки. Кто здесь? Кто здесь? О? О? О, эти звуки. Окей, друзья. По идее, если мы зайдём в controls, у нас есть возможные разные бинды на различные способности. Вы можете видеть, у нас есть control, плюс 1, 2, 3, 4 и так далее, чтобы, так сказать, активировать эти спеулы. Если нажимаю control... о май гад боже мой я не знал про это это работает холи шит друзья это реально работает вау-вау-вау вас все становится намного интереснее прямо в прямом эфире канал успознает этот мод окей что же давайте я немножко расскажу то что я хотя бы знаю вы можете видеть нас все больше польши поглощает тима и вы сможете здесь найти вот такие новые блоки это новая руда это обычный бодрока и вы не сможете сломать давайте мы это проверим кстати знаете что я наверно для того чтобы не умереть может у меня одно сердце осталось о нет друзья зачем я вышел сурвайл надо было а я хотел одеть на себя броню надо было одеть на себя броню для того чтобы меня не поглотила так сказать тьма вот это самая броня который я вам покажу как она крафтится вот она вот это вот здесь написано плюс 10 процентов войди confusion resistance то есть это защита от поглощения тьмы а если бы сразу одеть на себе эту броню черт 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 что мы делаем окей я я пошел я пошел снова туда ребята увидимся через секунду окей ребята я что-то понял после того как мы попали один раз в пустоту ага yes enter the void я понял я понял я понял после того как мы попали хотя бы один раз пустоту смотрите я засполнился вообще в другом месте где мы факела да после того как мы попали один раз уже в пустоту мы можем нажать на кнопку z снова и у нас откроется та самая менюшка мы сможем снова так сказать отправиться в пустоту я сейчас нажал на кнопку за это смотрите у меня открывается это менюшка где мы можем опять же прокачивать наши силы мне нужно еще понять как на прокачивать лову как получать очки чтобы делать новые спеллы спеллы работают к сожалению у них нету текстур пока что но самое интересное что они работают окей друзья давайте я вам все-таки мы оденем на себя вот эту броню это у нас испорченная броня я вам чуть позже покажу как это крафтится и мы немножко посмотрим на то что мы можем найти в этом мире потому что здесь много всего интересного погодите я даже не знал когда надеваешь броню мы видим мы видим это идеально для обзора потому что наверное на видео очень мало чего видно но да ребята как вы можете видеть вот он весь мир состоит полностью из бедрока но на 95 процентов он состоит из бедрока я вам покажу что здесь можно найти потому что здесь можно найти материал из обычного мира но для этого нужно да что ж ты будешь ребят чуть-чуть потише все таки а мне так тихо стоит звук я все равно просто пугаюсь потому что это супер атмосферный мод окей давайте я покажу как мы могли видеть раньше вот там где я вернулся в обычный мир мы нашли интересную новую руду давайте я просто возьму ее с креатива выглядит она следующим образом это у нас войдик кристалл ор вы сможете добыть ее вроде бы алмазной киркой или выше на заритовой например и из этой руды вы будете получать новые вот такие кристаллы у я даже не знал то что мы выбиваем кристаллы из бедрока но бедрок потом остается бедроком и все мы сломать больше не можем интересно мы получаем вот эти кристаллы с помощью этих кристаллов мы сможем сделать в ойде кристалл броню а делается она ну в принципе следующим образом она делается как обычная броня но плюс нам нужно приложить на заритовый сет и вы можете заметить то что уже этот сет добавляет нам немножко защиты от поглощения плюс 5 процентов это довольно таки хорошо и уже после того как вы сделали этот сет вы даже можете сделать сет инструментов которые в принципе добавляют один войдик дэмэдж я так понимаю а войдик дэмэдж это дополнительный урон который вы можете наносить в этом измерении или же получать от других мобов потому что как вы можете видеть у нас есть войдик дэмэдж резистанс то есть это защита от урона пустынного урона или я даже не знаю как он назад не пустынного и вы поняли короче какие друзья дальше чтобы сделать испорченную броню нам нужны тендрил если вы думаете что я знаю где добыть тендрил вы ошибаетесь я без понятий я предполагаю что их можно добыть из босса на котором мы посмотрим чуть попозже но я убил этого босса один раз и вроде бы мне из него ничего не выпало это странно мы это проверим возможно из босса мы получаем очки и опыт и левел который мы сможем прокачать в различные так сказать новые скиллы это очень интересно что ж давайте немножко пролетимся по этому миру как вы можете видеть здесь генерируются очень сумасшедшие структуры и ландшафт как вы можете видеть здесь у нас гигантская какая-то стена которая разломана внизу и это это выглядит очень странно как я сказал чем дальше вы будете погружаться в этот мир тем больше странных вещей вы начнете замечать пока что мир выглядит пустым но это только пока что как я сказал нам нужно продвигаться все дальше и дальше а мы будем используя креатив мы полетим а все дальше дальше посмотрим с чем же мы столкнемся как вы можете уже наблюдать мы нашли назарак да адский камень он здесь есть, и, как я и сказал, вы сможете иногда встречать различные различные вещи и даже мобов, друзья. И это не обычные мобы, это призрачные мобы, как вы можете видеть, они полупрозрачные, и это, на самом деле, обычные мобы из Майдена. Что происходит? Ребят, я не понимаю, что за взрывы, что за... Что за... Что за... Окей, хорошо. Давайте попробуем убить этого... Этого Зоглина и посмотрим... Да... Окей, у меня сразу же появляется... Как только я один раз его ударил, вы можете видеть, у меня появляется ячейка моих способностей. Я могу нажать Ctrl-1 и нанести урон моей способности. Просто здорово. Окей, хорошо, я убил моба. Давайте посмотрим, добавились мне очки или же опыт. Я нажал на Z. Мы ждем, ждем, ждем. Давайте посмотрим. Нам нужно зайти в вторую кнопку. Avoidic Powers. Нет, мне не дали очков. Хм... Интересно. Как же все-таки их получать? Как же все-таки их получать? У нас есть кнопка Reset Skills. Duties, это, я например, какие-то задания. Я не знаю, есть ли они сейчас в этом моде или нету. Здесь нужно реально все познавать самому. В этом-то и прикол этого мода то, что он суперзагадочный. И здесь реально ты не знаешь да что происходит, что за взрывы, что за молнии, я не понимаю. Короче, друзья, это в этом-то и весь прикол то, что тут нужно все познавать самому. Именно поэтому я вам не буду все-все-все-все показывать. Ну, я покажу вам все, что знаю. Но наверняка я не все знаю. Поэтому дальше скачивайте этот мод и играйте с ним сами. И, возможно, вы мне в комментариях напишите, что здесь можно еще найти. Например, у нас есть вы можете видеть эндер-мем. Давайте сделаем еще раз способность. Ctrl-1. Вы можете видеть сразу же внизу у меня появляется шкала, где у меня, вы видите, 800-900. Это моя сила пустоты. Как вы можете заметить, мой скилл, вот этот вот рывок, он тратит вроде бы 200. 200 очков моего, так сказать, моей силы пустоты. И потом они потихоньку восстанавливаются. То есть, если у нас несколько способностей, то мы можем использовать сразу же несколько способностей, пока у нас не потратится полностью наша сила. Это довольно-таки здорово. Так, ребята, я хочу попробовать следующее. Я вышел из креатива. Возможно, таким образом мы сможем получать опыт. Я сейчас это проверю. То есть, я поубиваю пару мобов. Но вы можете видеть даже с моей карабто-броней, то есть, испорченной броней, которую я одел. Можете видеть, выглядит она, кстати, очень круто. И даже я сам полупрозрачный, кстати. Я только сейчас это заметил. Офигеть. Даже с этой броней я все равно, вы можете видеть, у меня мои жизни тратятся очень быстро. Смотрите, сколько мне сердец. У меня осталось девять, шесть, семь, восемь сердец, если я ошибаюсь. Поэтому я не знаю, как бороться с этим поглощением. Но ладно, мы отправимся дальше. Я потом проверю, добавились ли нам очки или нет. Я хочу посмотреть, сможем ли мы найти еще что-нибудь. Потому что в прошлый раз, когда я тестировал этот мод и исследовал здесь все, я не знал, что это испорченная броня добавляет нам, так сказать, зрение ночное, темное. То есть, то, что мы можем видеть намного лучше с этой броней, это суперкруто. Давайте немножко пролетим дальше, посмотрим, что же мы можем встретить еще. Я хочу, не знаю, найти какую-то, какую-то постройку, потому что, как я и сказал, здесь есть босс, на которого мы буквально, буквально скоро посмотрим, но я все-таки хочу еще немножко пролететь, потому что здесь есть маленькие кусочки различных биомов из обычного нашего мира, которые, где мы сможем найти, как вы, наверное, уже поняли, полу, так сказать, пустынных мобов, пустых мобов, которые полупрозрачные. И как раз-таки вот, что я имею... Погодите, погодите, это что у меня на экране? Ребят, о май гад, это лицо босса, это лицо босса, я помню его. Каким? Оно у меня на экране, вы это видите? What? Погодите, куда идти дальше? Я иду дальше. Возможно, это лицо означает, что мы где-то где-то недалеко от от босса. Ребят, короче, что я хотел сказать? Я вам хотел рассказать про генерацию, то есть, помните, я вам говорил то, что чем дальше мы залетаем, тем генерация становится хаотичнее. Посмотрите на это. Нет, посмотрите на лицо, на моем экране, что происходит? Я помню это лицо босса, только что оно означает? Что мы где-то близко? Или... О май гад, это, 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 наверное, самый крутой мод, который я видел за последние несколько лет. Вот эта идея, этот концепт, это просто вау, что происходит? Ребят, я продолжаю лететь вперед, я, я не знаю, правильно ли я делаю, но лицо не исчезает. Вроде бы оно даже становится все все точнее и точнее, у меня прямо на... О, what? Что это? О май гад! О май гад, уйди. Ребят, 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 я, я, я в шоке. Я в шоке, я в шоке от этого мода. О, это было жёстко. Это было очень жёстко. Я думаю, на этом мы закончим. Я больше показывать вам ничего не собираюсь, потому что дальше вы сами. И я не хочу вам спойлерить всё, что здесь будет, я... Я реально в шоке, я этого не видел. Я этого до обзора, когда я тестирую этот мод, я не знал, что такое происходит. Хорошо, что на обзоре я вместе с вами узнал много чего про скиллы и так далее. Там, кстати, скиллы не работают в обычном мире. Они работают в обычном мире! А-а-а! Круто! Друзья, я надеюсь, вы поддержите Лукасом этот видос. Давайте реально наберём 5000 лайков. Покажите друзьям, покажите знакомым это видео. Посмотрите, насколько крутые моды есть для Майнкрафта. Фух! Вот это обзорчик у нас получился. Не забывайте подписываться на канал. У нас каждый день выходит по два видоса. Мы всегда делаем обзоры на что-то. Поэтому не пропускаем видосы. Для этого жмём колокольцы. Ставим бубенцы. Так, далее, и тому подобное. С вами был Кекс. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok